Тише. Одна известна, вообще, если всем она, типа, не очень такая больная, но, как бы, другая... Ну, я думаю, что Башинку здесь уже неизвестно. Уже неизвестно. Ну, не знаю. Есть ещё кто-то, кто учится в школе? Да. Да. Как Павел. Каждый, у кого есть дети, он учится в школе вместе с ним. Я, скорее, расскажу про первую, потом могу сказать кратко про вторую идею. Да. Так, давай, вопрос. Мэпчиков здесь нет. Как? Я имею в виду обычные общеобразовательные или школы, или лицеи. То есть, первое, связано с следующей проблемой, то, что ангоговорящие люди пишут иероглифами. По факту. По факту, как бы, то есть, ну, как бы, есть, в немецком языке, как бы, там всё чётко соответствует, как бы, когда написано, то соответствует, почему-то легко прочитать. Английский язык самая большая проблема, то, что, как правило, человек упражнёт. Невозможно прочитать любое слово, потому что, как бы, написанное слово, и, как оно читается, вообще никак не соответствует. Ну, в общем-то, это вообще. Ну, как говорила, начальник сами присутствует. Ну, например, пишу Манчестер и говорим Гебертун. Как бы, это нормальная абсолютно. Ну, окей, продолжать, но нужно. Да. То есть, в кратности бы, идея, то есть, что минимум, что задача, что можно сделать, то есть... Выучить... ...символов, как бы, не догадывается, да. То есть, аналогично так, чтобы можно было вводить написание символов, ну, как-то есть транскрипты, так называемые, но те символы, которые там, это их не на клавиатуре нету, и вот сейчас очень проблемно. Суть есть, можно перекодировать тексты, другую кодировку, которая легко читается, легко вводится. По первой идее. Да. Да. Так, а подожди, ты хочешь это программить? Это будет фон? Ну, как, есть такая... Просто мне знакомых, которые... Я в двух словах, это будет новый язык, или это будет новый сайт, или это будет сервис, или это будет программа. Ну, это, скорее, это будет приложение, которое, ну, как... Куда это стримится? Программа, вот. Да, будем себе найти. Следующая, как бы, это... Если кто-то знаком с этой проблемой сайт, вступинфо, это по-унылое нечто? Знаю, отлично. Абитуриенты, это, ну, не по-сразу, кто куда... Да, да, да. Краткая проблема, простейшее решение, которое может быть этой проблемой, это некоторый грабер всей информации, которая есть на этом сайте. В тот сайте, который не будет ездить каждые две минуты. То есть, я посмотрю, как, кстати, видео, ну, как, кстати, у меня личное уже тоже, не поступаю в ВУЗ, не школьный. Вот. Ну, как бы, я знаком с людьми, у которых эта проблема есть, как бы это... Помощь абитуриенту. А как бы ты расширил это? Помощь абитуриенту, да? Ну, расширять можно очень глобально, как бы... И сайт уже есть? Ну, как бы, я знаю, да, есть некоторые, но очень много. Да, как бы, ну, проблема до сих пор не лишена, потому что, я знаю, что суббол было дофигао. Ну, то-другое немного, вот. То есть, проблема простейшая варианта может быть абитуриент какой-то данный сайт, и более расширительные варианты, какой-то ассистент. А, что, помочь? Где помощь? Где... Ну, первая, ну, как бы, первая помощь, так само... Ребят, ребят, пожалуйста. Абитуриенты заходят на сайт, и они, как бы, могут реально, ну, хотя бы получить доступ. То есть, сайтов ступинфо, у доступа есть большая проблема. Но он будет понятен или неожиданно? Потому что... У некоторых сайтов вообще невозможно понять, что, собственно, за информация. Ну, это проблема сайтов ступинфо, да. Ступинфо, это просто, кто не знает, это просто экзамен, результаты экзамена всех абитуриентов, которые поступают, по списку, куда в ВУЗу проходят. Относительно этой статистики можно узнать, ты проходишь в ВУЗ или не проходишь, тебе надо подавать другие данные. То есть, ну, проблема есть локальная. Советы продумать это, может, как-то улучшить этот сервис. Короче, это помощь индукриезда. Я говорил, как это можно сделать в два дня. То есть, что можно... Хорошо. Кого ты ищешь? Ты сам программируешь? Да. Программирующих кодеров, которые могут подсказать, как стащить оттуда данные и... Из-за этого не сесть в тюрьму. Ну, если что, вот по второму проекту подойдем, я расскажу. Хорошо. Понял. Спасибо. На следующий. В среднем ряду.